Без пробок и ожидания на переезде движение по самой крупной транспортной развязке на Ямале открыто. Название «Солнечное» для нее выбрали сами жители города. Объект возвели менее чем за два года с опережением графика. Подробнее об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в студии Павел Прожогин. Я увидел прекрасные изменения в городе Надыме, я увидел прекрасные изменения в Новом Уренгое. То, что сегодня удалось увидеть за этот день, я однозначно могу сказать, что Ямал двигается вперед, двигается семимильными шагами. Север становится уютнее, ямальские города развиваются небывалыми темпами. Мы с учительницей моей художественной школы обговаривали множество вариантов, как можно было бы нарисовать работу. И мы решили нарисовать перспективу. Подарок от мостостроителей. Стену дома рядом с развязкой «Солнечное» украсил мурал. У нас есть проект постановления о реализации этого проекта. И оно действует с марта этого года. Где родился, там и пригодился. Ямальцам, успешно обучающимся в вузах, помогают найти работу в регионе. Мы сегодня говорили, вы видите, о персонализации образования. Это означает, что для каждого ребенка нужно выстраивать такие индивидуальные маршруты, которые бы помогали ему развиваться. Учителя обсудили, как будет развиваться система образования на Ямале. В Новом Уренгое прошло региональное совещание педагогов. Ему привязали, и они ушли спокойно с коляской, с маленьким ребенком. В оконцовке мы поняли только одно, что якобы они завели себе нового щенка, а он ему покоя не давал. Стал не нужен. Домашнего пса, который 9 лет прожил в семье, оставили у дверей приюта для бездомных животных. Новую Ренгу отметил 46-й день рождения. Поздравить горожан приехали губернатор Дмитрий Артюхов, Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Они прошлись по знаковым местам, возложили цветы к памятникам Андрею Наливайко и Сабиту Оруджеву, а также приняли участие в открытии детского сада «Северное сияние». Его возводили в рамках программы государственно-частного партнерства. Подробности далее. 23 линейные компрессорные станции. Отмечая день города, в Новом Уренгое всегда вспоминают отцов-основателей. Поэтому первой точкой, которую посетила делегация в составе Дмитрия Артюхова, Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина, стал «Сквер строителей». Вместе с главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым они поднесли цветы к памятнику выдающегося строителя Андрея Наливайко. Оттуда к бюсту Сабита Оруджева. Под его руководством проведена огромная работа в техническом перевооружении газовой промышленности. Сабит Атаевич был ученым, организатором энергетического комплекса, министром газовой промышленности СССР. Именно он произнес фразу «Здесь будет построен город строителей и газовиков». По земле родной, новый, новый, новый Уренго. Следующий пункт визита – детский сад «Северное сияние» на 300 мест в микрорайоне строителей. Он был построен по программе государственно-частного партнерства и является одним из самых больших на Ямале. Детский сад стал первым в этом микрорайоне. Раньше родителям приходилось далеко возить детей. Теперь дошкольное учреждение будет в пешей доступности. В «Северном сиянии» созданы все условия для развития малышей. Есть бассейн, спортивный зал, творческие мастерские, пособия для изучения окружающего мира. Благодарность от города, от жителей, от вас, правительству, лично нашему губернатору, потому что, наверное, никогда на Уренгое не получалось столько подарков к своему дню рождения. Два детских сада, один в районе Крачаево, один в микрорайоне строителей. Деткам здоровья, веселья, воспитателям, благодарных воспитанникам, хорошая работа, комфортных условий. Всех с праздником! С днем рождения города! Добрый день, дорогие земляки! Я помню, как мы поставили перед собой задачу. Два года назад построили 22 новых детских садика. Три из них здесь, но у Мариго еще два в районе Крачаева. Нам казалось, что за два года мы обычно так не строим, занимает больше времени, но, как видим, совсем быстро пролетело время, и в эти замечательные стены сейчас зайдут наши дети. Я искренне хочу пожелать всего самого доброго. Деткам, у них тут все будет необходимо, чтобы в их семьях всегда было тепло, добро и здоровье. Посетили гости и народные гуляния, посвященные 46-му дню рождения города. Ленинградский проспект превратился в настоящую ярмарку радости и хорошего настроения. Вдоль улицы развернулся Новоуренгойский Арбат. Артисты, музыканты, мимы, попусники, танцоры не давали никому скучать. Конечно, участники делегации не могли не отметить, как за несколько лет изменился и преобразился город. Строятся новые микрорайоны, объекты социальной сферы, спортивные центры и путепроводы. Мы видим сегодня изменения социальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры. И появляется достаточно большое количество общественных пространств. Я увидел прекрасные изменения в Новом Уренгое. То, что сегодня удалось увидеть за этот день, я однозначно могу сказать, что Ямал двигается вперед, двигается семимильными шагами. И это, конечно, создает огромные перспективы для тех людей, которые живут на этой территории. Поэтому не зря в Ямале мы имеем сегодня естественный прирост. Это один из немногих субъектов Российской Федерации, где людей рождается больше. И население Ямала тоже одно из самых молодых, средний возраст 35 лет. Вот это все говорит о том, что люди хотят на этой территории жить, люди с этой территорией связывают свое будущее. Юлия Шаркова, Павел Прожогин, Павел Михайловский. Служба новостей. Импульс. Звуковым автомобильным сигналом ознаменовалось открытие новой транспортной развязки «Солнечная». А в церемонии приняли участие губернатор Ямала, глава города и почетные гости. Напомню, развязку построили по поручению руководителя региона Дмитрия Артюхова. Объект возвели менее чем за два года и с опережением графика. Первая на Ямале многоуровневая развязка решит проблемы с пробками и разгрузит городские дороги. Кроме того, вместе с запуском движения произошло еще одно важное событие. На объездной дороге включили уличное освещение. Звуковым автомобильным сигналом ознаменуется этот исторический момент! Момент, который ждали почти два года. Самую крупную транспортную развязку на Ямале торжественно открыли в День города. Преподнести такой подарок жителям газовой столицы стало возможным благодаря усердию строителей. Работники «Мостострой-11», «Уренгой-Дорстрой» и около 40 субподрядных организаций трудились день и ночь, чтобы закончить раньше срока. «Вы представьте, 645 дней и ночей шла битва, чтобы в День города Новый Уренгой получил такой прекрасный подарок. Огромное количество людей в невероятно сложнейших условиях, потому что у нас были ограничительные условия, связанные с пандемией, совершали на этом объекте трудовой подвиг. Давайте скажем огромные слова благодарности строителям, которые создали такой шедевральный объект здесь, в Новом Уренгой. Давайте их поприветствуем!» На объекте трудились 500 человек и 80 единиц спецтехники. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал строительство в районе ПМК-9 как часть северного широтного хода. Когда он начнет функционировать, новая развязка поможет избежать транспортного коллапса. В своей речи глава региона объявил жителям о еще одном радостном событии. «В День города мы с вами должны договориться о новой задаче. И давайте это сделаем. Мы с вами построим еще одну развязку. Вы сами придумайте ее название, но она пойдет по востоку нашего города и сделает его еще лучше. «Приступим в самое ближайшее время». «Сегодня точно наш день. Как ученики, которые весь год себя вели очень хорошо, нас просто завалили податками. Целых три сада город получил в сентябре. Помимо обновленной городской площади, мы получаем вообще уникальный объект. Спасибо вам большое за ваше терпение, новуренгойцы!» Почетное первое место в колонне досталось автобусу с водителем, который участвовал в строительстве. Вместе с ним запечатлеть этот исторический момент отправился и наш корреспондент Елена Бойцова. «Прямо сейчас я нахожусь в автобусе, который едет первый в колонне по новой развязке. Переключаю фронтальную камеру для того, чтобы показать вам. Вот она развязка. Горожане ждали открытия. Посмотрите, как много народа. Люди стягиваются, поют песню, аплодируют и снимают, конечно, на телефоны. Посмотрите, как много людей. И все пришли, чтобы посмотреть на официальное открытие». Восторженные крики «Ура!» вместе с праздничным салютом отгремели, а на глянцевой глади асфальта еще не успели остаться следы от протекторов шин. Вот уже два дня, как по новой развязке, с теплым названием «Солнечное». Жители и гости нового Уренгоя ездят по делам и на работу. «Великолепная развязка. С момента открытия пользуюсь ей по несколько раз в день. Живу как раз недалеко. Постоянно приходится ездить на северную часть города, в промышленную зону. И без нее было очень трудно. На самом деле, постоянные пробки изматывали. Особенно возвращаясь ночью с работы, эти три светофора выжимали последние соки. Очень рад динамике развития города. Буду стараться на то, чтобы сделать его лучше». Развязка имеет 13 съездов на разных уровнях. Общая длина почти 6 километров. В ходе строительства погружено более 700 свай. Уложено более 8 тысяч кубометров бетонной смеси. Дорожники нанесли порядка 19 километров разметки и установили более 230 дорожных знаков. Практически все материалы, которые использовали строители российского производства. Название «Солнечное» выбрали жители Нового Уренгоя в ходе открытого голосования в социальных сетях. Кроме того, с открытием развязки на западной магистрали заработало освещение, которого так долго ждали водители. Полина Шорохова, Богдан Жиделев, служба новостей, «Импульс». В Новом Уренгое появился рисунок на торце дома в микрорайоне строителей. Мурал рисовали по эскизу 13-летней Софии Касаевой. Весной новоуренгольцы проголосовали за ее картину в ходе городского конкурса. В итоге увековечить ее в большом размере решили мостостроители. Рисовал мурал художник Александр Иванов. Ему понадобилось порядка 30 часов, чтобы воплотить задумку школьницы в жизнь. София оставила на получившемся рисунке автограф, а оригинал подарила губернатору Ямала, недавно побывавшему в городе в ходе честного маршрута. Мы с учительницей моей художественной школы обговаривали множество вариантов, как можно было бы нарисовать работу. И мы решили нарисовать перспективу. После того, как я нарисовала этот рисунок и отправила на конкурс, прошло много времени, я про него немножко забыла. Потом моя учительница написала мне и сказала, что мы победили, заняли первое место. Такой опыт, да, первый раз. Обычно делаем по эскизу, со своим эскизом, в большей части. Либо там бывает заказчик предоставляет, там заказывают у дизайнеров. И уже готово. А тут немножко интересно было, да. Да, задумка классная. Специалисты компании-участниц строительства многоуровневой развязки «Солнечная» удостоились наград городского и окружного уровня. Их чествовали в администрации Нового Уренгоя. В благодарности губернатора за ксобрание Ямала и местные администрации вручили глава города Андрей Воронов и директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. Награды получили работники территориальной фирмы «Мостоотряд-29» «Общество «Мостострой-11»» «Уренгой-Дурстроя» строительной компанией «Регион-Энергострой» новоуренгойского филиала дорожной дирекции округа. В планах строительство в Новом Уренгое объездной дороги с рабочим названием «Восточная», которая разгрузит поток машин между районами. Доголосование за кандидатов в депутаты Государственной и Тюменской областной дум остается меньше недели. Городской избирком уже раздал списки потенциальных голосующих в участковые комиссии. В Новом Уренгое их 39. Также уже работают пункты приема заявлений от желающих сделать выбор на удобном участке, а не по месту регистрации. Кроме того, специалисты избиркома ждут активности от тех, кто хочет проголосовать на дому. Уточнить свои данные и при необходимости их скорректировать. Участковые комиссии открыли двери для избирателей. Для удобства горожан они работают в вечернее время. Кроме того, специалисты избиркома ждут людей, желающих проголосовать там, где им удобно. Начал работать пункт приема заявлений о голосовании по месту нахождения. Если раньше наши граждане могли подать такое заявление только через госуслуги, через МФЦ и обратившись к нам непосредственно в территориальную избирательную комиссию, то сейчас они могут и обратиться в свою участковую комиссию. То есть это еще удобнее, потому что это в каждом микрорайоне, во дворе практически, где проживают избиратели. Если нет возможности посетить избирательный участок, отдать голос за понравившегося кандидата, можно, не выходя из квартиры. Для этого необходимо позвонить в избирком и сказать, в какой день и время могут прийти специалисты с ящиком для голосования. Сейчас перечень причин, он более лояльный стал, он стал более широким. То есть это может быть просто необходимость ухода за малолетним ребенком, болезнь этого ребенка, необходимость ухода за пожилым человеком или просто недомогание человека, и он считает, что он болеет, не может прийти на избирательный участок. Также это, конечно же, условия ковидных наших ограничений. Помещение для голосования в зоне пристального внимания МЧС. Во время выборов сотрудники ведомства перейдут на усиленный вариант несения службы спасатели будут дежурить на каждом участке. Сейчас продолжается обследование участковых комиссий. Проведено 133 внеплановых инспекционных визита на объектах, соответственно, где будут размещаться избирательные участки. На сегодняшний день это составляет порядка 70% от их общего количества. В рамках инспекционных визитов у нас проведены осмотры объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Организована и проводится разъяснительная работа с персоналом, с работниками избирательных комиссий. В дни голосования на Ямале будут работать 277 участков. Кроме того, определиться с политическими предпочтениями не по месту регистрации можно через систему «Мобильный избиратель». Павел Прожогин, Антон Берестянский, служба новостей, «Импульс». В рамках акции «Сохраним лес», которая проходит при поддержке партии «Единая Россия» в Новом Уренгое появилась еще одна зеленая аллея. Экологическое мероприятие объединило медиков, представителей власти и различных волонтерских организаций. Также в нем приняли участие автор инициативы «Дни зеленых действий» Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев. За лопаты взялись также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава города Новый Уренгой Андрей Воронов и главврач городской больницы Кирилл Трапезников. Сибирские ели высадили рядом с новым инфекционным госпиталем. Деревья привезли из Пермского края. Песчаный грунт там очень схож с почвой Нового Уренгоя. По факту сибирские ели попадут в свою климатическую среду. Отмечу, акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология в третий раз». В городе продолжается прививочная кампания от гриппа. Привиться от сезонного вируса можно в тех же пунктах, где проходит вакцинация от ковида. В начале сентября в город поступила первая партия препаратов «Ультрикс» для детей и «Савигрип» для взрослых. Через пару месяцев врачи прогнозируют подъем заболеваемости, поэтому сейчас самое время, чтобы пройти иммунизацию и защитить себя от инфекции. Сделать это можно без предварительной записи и длинных очередей. Эта прививка у меня запланирована. Я ее делаю каждый год, но уже 10 лет точно, а то и более. Такой статистики не веду. Прививаюсь каждый год, потому что вижу эффект. Я не болею зимой раз, потом я точно знаю, что если все-таки так случится, и грипп коснется меня, я его перенесу очень легко и без осложнений. Конец лета и начало осени – время, когда коридоры Центра здоровья детей не пустуют. Маленькие горожане приходят сюда вместе с родителями, чтобы пройти медицинский осмотр. Такая процедура необходима для раннего выявления заболеваний и факторов риска. А еще систематические осмотры приучают ребенка к тому, что заботится о здоровье необходимо с детства. Ежедневно на приемах у врачей бывает более сотни малышей. В их числе и Маргарита Ярулина, которая пришла в центр вместе с мамой. С уговорами врач пытается осмотреть маленькую пациентку. Сделать это сложно, поскольку девочке чуть больше двух лет, и она уже активно проявляет свой характер. Наконец нос и уши пациента осмотрены, и отоларинголог ставит свое заключение в медицинскую карту. Этот специалист в списке обязательных для посещения при поступлении в детский сад. Туда Маргарита отправится уже в скором времени. Ты ходила к врачу? Нет. Как нет? Ты показала носик? Нет. А ручки? Я просто плакала. А что ты плакала? Просто плакала. Ты застеснялась? Да, застеснялась. И плакала. Нам выдали путевку в детский садик новый, в Северный Сияний. Мы пришли проходить с ребенком медосмотр. Прошли практически всех специалистов. Очень приятно, что нет очередей. Все очень быстро, комфортно. В принципе, остались довольны. Маргарита готова, да. Она хочет, хочет играть с детками, хочет в садик быстрее. Думаю, все будет хорошо. Центр здоровья детей сейчас работает в штатном режиме. На профилактические, периодические и предварительные медосмотры ежедневно приходят более сотни маленьких горожан. Для каждого возраста характерен свой перечень докторов и дополнительных исследований. Один из специалистов выявляет какую-то патологию. Так как у нас профилактический центр, мы можем ее только выявить. В дальнейшем мы отправляем на консультацию к узкому специалисту, который разбирается в заболевании, назначает лечение, назначает дополнительное обследование, чтобы вылечить ребенка, так скажем. Самые частые нарушения здоровья, встречающиеся у детей, это патологии органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Много факторов, да, особенного для органов зрения. Это и генетическая предрасположенность. Поэтому есть у нас в детстве, конечно, меньший фактор – это дошкольники. Ну а, конечно, уже после школы это уже и нарушение осанки, потому что дети сидят неправильно, да, искривление позвоночника, сколиозы. Ну а зрение уже здесь тоже подтягивается. Большие комплексные медосмотры необходимы при поступлении ребенка в детский сад или школу и в подростковом возрасте. Помимо этого, Центр здоровья проводит ежегодные профосмотры организованных групп детей, когда выездные бригады работают в образовательных учреждениях. В течение года по плану медучреждения должны быть обследованы 24 тысячи маленьких новоуренгойцев. За 8 месяцев этого года на Ямал переехали 120 врачей. Такого рекордного количества новых специалистов в больницах округа удалось добиться благодаря комплексу мер, которые инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. По словам самих врачей, переехавших в наш регион, самой привлекательной мерой поддержки стало предоставление служебного жилья, которое можно приватизировать после 10 лет работы. К тому же Департамент здравоохранения округа компенсирует расходы на переезд, на съем жилья в первое время и выдает подъемные после трехмесячной отработки. Чаще всего для работы специалисты выбирают Новоуренгойскую центральную городскую больницу. Только в сентябре здесь появился новый руководитель в отделении гнойной хирургии, а также в женской консультации вышел на работу акушер-гинеколог со стажем. В округе продолжают воплощать в жизнь проект «Ориентир Ямал». Его основная задача – содействовать трудоустройству лучших выпускников вузов на предприятия и в организации региона. Анонсировал запуск проекта губернатор Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, важно оказывать поддержку тем, кто вырос на Ямале и хочет сюда вернуться работать. Сейчас на сопровождении окружного департамента занятости населения 54 человека. В числе первых участников проекта – учитель физики, математики из Пангот Надымского района Дарья Дрожина. Продолжение темы далее. Еще недавно Дарья Дрожина и сама грызла гранит наук. Была студенткой Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сегодня полученные знания она передает подрастающему поколению. Девушка – учитель физики и математики, к тому же еще и классный руководитель. После вуза решила вернуться в округ, трудоустроиться в родную школу в поселке Пангады. Она смогла с помощью проекта «Ориентир Ямал». Моя мама – учитель математики. Математику всю жизнь люблю. Решила сюда вернуться, наверное, потому что родная школа, рядом родная мама, которая сможет как наставник меня научить всему, чему научена она. Вообще я всегда была активным ребенком. В университете тоже у нас много всяких мероприятий. Я привыкла к бешеному ритму, поэтому сейчас я не скажу, что мне тяжело. Я справляюсь как с классным руководством, так и с обязанностью учителя математики. В процессе трудоустройства Дарью сопровождал сотрудник окружного департамента занятости населения. Был постоянно на связи, консультировал, информировал о действующих в округе, мерах поддержки для молодых специалистов. Оказывал помощь в составлении портфолио, подбирал потенциальное место работы. Эта программа началась в этом году. И мы с департаментом образования округа повзаимодействовали и получили контакты медалистов, которые закончили школу с медалью. И, соответственно, с помощью этих контактов специалисты службы занятости вышли на этих студентов и предложили им поучаствовать в нашей программе. Сейчас на сопровождении 54 человека. При трудоустройстве в окружные бюджетные учреждения молодые специалисты получают разовую выплату в размере 100 тысяч рублей, а также ежемесячные надбавки к заработной плате. А те, кто только учится, но уже успешно окончил второй. И последующие курсы по направлениям социальной сферы могут претендовать на именную стипендию губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в размере 10 тысяч рублей. Мария Бохова, Служба новостей «Импульс». От национальных целей и стратегических задач к новому качественному образованию. Так звучит тема регионального совещания педагогов 2021. В газовую столицу съехались лучшие представители образовательной отрасли. Состоялось пленарное заседание и работа на площадках. Столичные эксперты высоко оценили работу ямальской команды и назвали ее одной из лучших в стране. Образование. Как много в этом слове. Вопреки мнению большинства, оно, конечно, выходит далеко за пределы школьного обучения. Это и навыки, которые прививают малышам воспитателей в детских садах. И кружки с секциями. И даже дополнительное профессиональное образование, которое желают получить уже взрослые люди. О каждой из этих составляющих максимально подробно сегодня говорили в Новом Рингое в рамках регионального совещания педагогов. Здесь собрались лучшие представители отрасли. А напутственные слова по видеосвязи прозвучали от министра просвещения Российской Федерации. Мудрость и терпение во многом зависит счастливое будущее подрастающего поколения. А значит, и будущее нашей страны. Пленарное заседание посетил и глава города Андрей Воронов. С момента назначения его в должность градоначальника он успел побывать в каждой новоуренгойской школе, предметно пообщаться с каждым директором. Андрей Воронов отметил, пока еще есть вопросы, которые необходимо тщательно проработать. Есть проблемы по школам. 19 школ. У нас ровно 45 лет назад открылась первая школа. С той поры 19 школ, но уже и они не вмещают наших учащихся в городе. Поэтому сейчас уже идет строительство двух современных школ на 800 и на 1600 мест. Проектируется новая инклюзивная школа. Очень надеюсь, что эти объекты сможем так же успешно, как и сады, получить уже в ближайшее время. Город в этом нуждается. В силу предыдущего места работы, я знаю, что эта работа по созданию комфортных условий, комфортной образовательной среды ведется в каждом населенном пункте округа. Затронули тему и рабочих профессий. На конференцию специально прибыл замдиректора WorldSkills Россия. Он поздравил регион с успешным выступлением в рамках национального чемпионата WorldSkills. По восьми компетенциям 9 спартанцев и 5 результативных наград. То есть там и золотые медали, и есть и серебряные. Я вас поздравляю с этим. Ну что значит, собственно, эти самые медали? Это не только гордость, так сказать, за область, за учебное заведение, мастера производственного обучения, который педагог был занят в этом. Участника, конечно, для него это незабываемые совершенно эмоции на всю жизнь. Это также, это, собственно, программа, по которой его подготовили. Любой участник начинает национальные сборные победы в чемпионатах мира, Европы, на финале национального чемпионата. Это результативная образовательная программа, которая прошла валидацию о профессиональном сообществе. Сразу после пленарной сессии работа на площадках. Сегодня в рамках регионального совещания работало 6 секций. Обсудили и качество образования, и создание условий обучения и воспитания в школах-интернатах. Говорили также о развитии региональной системы дополнительного образования, как условии успешного самоопределения и профориентации детей и молодежи Ямала. Именно в юном возрасте важно заметить, чем талантлив каждый ребенок. Дети все уникальны. Говорить о том, что должна быть отдельная группа ребят, специально выделенная для того, чтобы с ними работать, конечно, нельзя. Все должны и для всех должны быть важным и приоритетным развитие таланта у всех детей. При этом каждый ребенок может быть талантлив в чем-то, а некоторые имеют очень широкий кругозор и талантлив во многих направлениях. Поэтому вот это важно увидеть и важно поддержать. Не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования. Мы сегодня говорили, вы видите, о персонализации образования. Это означает, что для каждого ребенка нужно выстраивать такие индивидуальные маршруты, которые бы помогали ему развиваться. Региональное совещание педагогов продлится два дня. Еще один пункт его программы – подписание соглашения о сотрудничестве с благотворительным фондом Сбербанка. В школах города будет внедряться новый образовательный проект, направленный на развитие эмоционального интеллекта учителей и учеников. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс». В средней школе номер 17 состоялось торжественное открытие Центра цифрового образования детей «Айти Куб». Сейчас на Ямале их уже два. Инновационная площадка начала работу в рамках национального проекта образования. Ее задача – формирование общедоступной системы дополнительного образования школьников, а также развитие навыков в области программирования. Программа рассчитана на учащихся с 1 по 11 класс, причем, обучаясь по ней, учащиеся смогут разработать свой стартап и даже вывести его на рынок, отмечают специалисты. Всего в регионе одновременно работают две таких площадки – это в Новом Уренгое и Салихарде. Новое пространство, которое появилось в 17-й школе – это очень важный элемент в системе образования. Сейчас мы с вами его все посмотрим, пощупываем, что это такое, что это за такой хуб, тем более «Айти». Поэтому искренне поздравляю 17-ю школу. Сегодня мы торжественно открываемся и хотим рассказать гостям, чем занимаются наши дети и что в рамках каких хубов они могут изучать. Также наши педагоги подготовили для ребят мастер-классы интересные, увлекательные, где они уже сегодня смогут попрактиковать свои навыки, которые они приобрели ранее, либо научиться чему-то новому. Искусство в массы. Подростки и молодежь могут сэкономить при покупке билетов на концерты, выставки и творческие мероприятия по всей стране. «Ямал» присоединился к федеральному проекту «Пушкинская карта». Основной слоган инициативы – «Веди себя культурно». Виртуальный платежный инструмент может получить любой желающий в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты – 3000 рублей. Ее можно открыть на портале госуслуг. А информация о мероприятиях доступна на сайте культура.рф. В Новом Уренгое к проекту присоединились городской музей и дворец культуры «Октябрь». Деньги можно потратить до конца года. Планируется, что в следующем году номинал карты увеличат до 5000. Обязательные условия – приобретение билетов для личного использования. «Пушкинская карта» – это карта персонального использования. Ее нельзя никому передать. И когда по «Пушкинской карте» приобретается билет, он становится именным. Там прописаны ваши фамилии и инициалы. И когда с этим билетом приходишь в учреждение, показываешь контролеру, и ты обязан на телефоне показать свою фотографию. Это обязательная процедура при регистрации на сайте госуслуг для получения карты. Ты направляешь свое фото, и когда приходишь в учреждение, предъявляешь билет, нужно показать фотографию. Познакомиться поближе, узнать культуру и обычаи разных людей – такая возможность есть у новоуренгойцев. Традиционный фестиваль «Национальные подворья» вновь объединил представителей разных этносов. Площадкой для праздничных гуляний стал парк «Дружба». Активисты национально-культурных общественных организаций с удовольствием приглашали всех желающих лучше узнать историю и обычаи своего народа. Юрты, шатры, чумы посетил и глава города с командой. Многоголосый и многонациональный хор встречает гостей и участников фестиваля. Поют на нескольких языках, но слова «Матушка Россия» всегда узнаваемы. Новоуренгой объединил представителей разных национальностей. Строить будущий форпост газового севера ехали люди из всех советских республик. И с годами традиции добрососедства только креплен. Хочу сказать слова особой признательности общественным организациям, автономным национальным структурам за то, что вы не забываете прежде всего свои традиции своего народа, но и также щедро делитесь с новоуренгойцами. Это действительно интересно узнать, чем живет народ на Кавказе, чем занимается в Башкирии. Перечислять тех, кто работает на благо города, можно долго. В Новом Уренгое живут и трудятся представители десятков народов. Национальные подворья – отличная возможность познакомиться с их традициями. В русской избе гостей встречают караваем. Осень – время сбора урожая и праздничных гуляний. И, конечно же, угощений. Коренные жители Ямальской тундры гостеприимно приглашают в чум. В парке раскинулось целое стойбище. Тут можно узнать, из чего строят национальное жилище, как называется традиционный костюм, и даже попробовать себя в роли оленевода. Но для этого нужно освоить искусство метания тензиана. Если вот так, просто так собрать, вот так, она не попадет, она сплошную пойдет. А если петли собраны верно, с задачей справится даже ребенок. Освоить правильный замах здесь тоже помогут. Чуть на 10 км выше целища. И вот так, только руками. На четвертый мах отпускает. Только жестко, просто сильно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Понять культуру народа невозможно без погружения в его традиции. Они неразрывно связаны с тем укладом, по которому веками жили люди. И представители Ногайской автономии знакомят гостей с национальными промыслами. Тут и шерстяные ковры, и утварь, без которой невозможен быт. И самая главная история, из которой идут корни любого народа. У Ногайцев вообще считается, что народ начинается с создания семьи. Вот сейчас вы видите шимолдых, по-другому это называется покрывало, по-вашему. Когда девушку сватают, приводят в дом женика, ее сажают именно вот за такой покрывало. Потому что она по традиции не должна показывать свое лицо, вообще мужское части населения, именно рода мужчины и старшим женщинам. История, яркие наряды, традиционные угощения. По участникам фестиваля можно изучать географию Евразии. Символично, что площадкой национальных подворий уже второй год подряд становится парк дружба. Безусловно, в чем-то мы разные, но всех нас объединил гостеприимный Новый Уренгой. В городе много национальностей, в городе Уренгой, дай Бог всем здоровья, дай Бог всем было мир. Павел Прожогин, Николай Александров, служба новостей, «Импульс». Стал не нужен домашнего пса, который 9 лет прожил в семье, ночью привезли к дверям приюта и оставили. Причина – животное постарело, и хозяева завели новую собаку. Эта история потрясла город, пользователи социальных сетей недоумевают, как можно так легко расстаться со своим питомцем. Сейчас шарпею по кличке Джесси ищут дом и заботливые руки. Однако эта история далеко не единственная в Новом Уренгой. В период отпусков на улицах появляются беспризорные породистые собаки, а в подъездах – домашние кошки. Сейчас работники Центра помощи животным «Подари мне жизнь» пытаются найти новых хозяев для когда-то любимых, а теперь ставших ненужными питомцев. Женщина с коляской, с мужчиной привезли его в приют, и они его хотели привязать и оставить. Но благо с этого будки, вот он как раз непосредственно человек, в зеленых штанах находится, они его предупредили. Возраст, дату, сколько лет, как зовут, все ему привязали, и они ушли спокойно с коляской, с маленьким ребенком. История стара как мир. Бывшие хозяева этого очаровательного шарпея, наверное, не читали экзюперия. Потому нести ответственность за того, кого приручили 9 лет назад, они более не желают. При этом Джесси, так зовут брошенного пса, очень бодрый и игривый, несмотря на свой возраст. Однако гулять с другими собаками здесь, в центре, у него не получается. Они его не воспринимают, он как бы домашний, он привык по-домашнему, там хвостиком виляет, там пытается поиграть с ними. А эти-то, они уличные, они не привыкли к такой ситуации. И получаются конфликты ситуации между собаками непосредственно. Могут его укусить? Ну, могут, конечно. Утром мы его выгуливаем, пока собаки все сидят в вольерах, также на поводке, потому что и другие собаки есть, чтобы не было конфликтов ситуации. Ну и после того, как все собаки загоняются обратно в вольер, мы его опять выводим и выгуливаем на улице. В помещении он даже не опорожняется, не писает, ничего не делает. Сотрудникам центра «Подари мне жизнь» удалось выяснить. Бывшие хозяева давали объявления в городские паблики о том, что отдают собаку, поскольку она якобы не уживается с молодым щенком, которого семья недавно завела. Но желающих забрать пса не нашлось, поэтому они решили просто оставить его у дверей приюта. К сожалению, такие истории в нашем городе не редкость. В сезон отпусков служба отлова находит породистых и ухоженных питомцев, однако на объявления никто не отзывается. То же самое происходит с кошками, обнаруженными в подъездах. Директор городского приюта Екатерина Чернолихова к себе домой забрала трех собак. Две из них чистокровные. Мальчик-лабрадор, девочка породы маламут. И дворняга, которого нашли с травмой головы. Кто-то ударил бедолагу лопатой. Никто их так и не ищет. Хотя опубликовали объявления и в группах породных писали. По лабрадору вообще отдельная история. Мы нашли заводчика по клейму. А он бегал где-то в Новом Рингоре? Да, он бегал с весны, начиная на лыжной базе, возле речки, по всей северной части города перемещался хаотично. Постоянно о нем публиковали объявления о том, что найден пес. Найден пес, но вроде бы такой контактный и абсолютно адекватный. Но, как оказалось, никто его так и не ищет, и никому он так и не нужен. Молодая девчонка, тоже воспитанная, социальная абсолютно, знающая команда. Она бегала тоже на северной части города, возле Олимпа. Неделю вообще я жила под машиной, мы думали, что она ждет хозяина. Потом, когда узнали владельцем транспортного средства, с ним встретились, его, можно сказать, подкараулили. Он сказал, что просто она живет под его машиной, не более чем. Более того, при осмотре девочке маламута выяснилось, что она беременна. Так что в скором времени придется пристраивать. И ее ищенят. Тем не менее, Екатерина надеется, что животные все же обретут любящих и, главное, ответственных хозяев. Сидеть, лежать. При этом животные прекрасно ладят с другими четвероногими. Подтверждение тому их милое общение с личными собаками Екатерины. Морда. Да? Морда. Сивей. Ты бааааа. Тут Шива, да? Шива, да. Его зовут Шива. Тут, да, мы тут самые сладкие на свете. Они знают команды, они очень трепетно, хорошо относятся к детям. Очень хорошо, например, общаются с моим сыном внутри с половиной года. Для меня удивительно, для меня странно. То есть для меня это непонятно. Это какая-то ненорма. Они же у кого-то жили, я понимаю, всякие бывают житейские ситуации, но хотя бы обозначиться и сказать, что собака не нужна или написать отказную. Хотя бы как-то попытаться пристроить, да? Попытаться пристроить. Сейчас в центре «Подари мне жизнь» находятся более 15 породистых собак, которые были найдены. Этим летом их хозяева не объявились. Им всем ищут новый дом. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, служба новостей. Импульс. Соревнования для сильных духом. Сегодня в Санкт-Петербурге завершается чемпионат России по танцам на колясках. Туда отправилась и ямальская сборная. В ее составе шесть новоуренгойских спортсменов. Участие в столь значимых состязаниях – ответственный и важный шаг для всего коллектива. На протяжении нескольких месяцев танцоры готовили яркие номера. На генеральной репетиции перед поездкой побывала наша съемочная группа. Сейчас делаем прогон всех танцев. Общая программа – медленный вальс, танго, самбо, румбо. Еще одной генеральной репетиции спортсмены отправятся в путь. Впереди важное событие – поездка в Санкт-Петербург на чемпионат России по бальным танцам на колясках. В этом году туда отправится ямальская сборная в составе шести новоуренгойцев. Готовы полностью к этому чемпионату. Готовились очень долго. Занимались поллетом и занимались полностью в этом зале по два-три часа в день ежедневно. То есть давали себе передышки только по воскресеньям. Поэтому очень долго к этому шли. Ребята настроены серьезно выступать. Участие в масштабных соревнованиях – дело привычное для коллектива. В 2018-м они впервые представили Ямал на чемпионате России и вошли в тройку призеров. А год спустя Анна Лукьянчук вместе со своим партнером Кириллом Подшиваловым вошли в пятерку лучших в Кубке мира по танцам на колясках. Несмотря на такой серьезный опыт, девушка волнуется перед предстоящей поездкой. Преживание, конечно, есть, потому что это первые такие серьезные соревнования после пандемии. И хочется, и волнительно, и переживательно. В общем, такой спектр эмоций очень обширный. У нас произвольная программа с номером «Мама». И в этом году мы выступаем в сольной общей программе. То есть это девочки-одиночки. Я вот так пробую. Молодые люди подготовили яркую танцевальную программу в разных хореографических жанрах. Есть как сольные номера, так и в паре. Екатерина Яничкина вместе с Кириллом Кудряшовым выступят в дуэте. Бальными танцами девушка занимается больше трех лет. Уже участвовала в чемпионате, осталась под большим впечатлением. Конечно, было очень много интересного. Я там познакомилась со многими выдающимися спортсмерами. Посмотрела шикарное выступление. И, конечно, эмоциональное напряжение тоже было, когда я выступала. А сейчас с каким настроем вы туда едете? Есть ли вот это чувство, что мы приедем и победим? Да, я еду с настроем победить. Будет сложно, но я справлюсь. Кирилл Кудряшов, в отличие от Екатерины, впервые поедет на всероссийские соревнования. Молодой человек усердно готовился на протяжении долгого времени. Старался не пропускать тренировки. Легкое переживание. Немножечко страх. Потому что это моя самая первая поездка. До этого никогда не ехала на чемпионат. И один раз выступал здесь. В «Звездном» на, по-моему, третьем этаже это было. Кубок заодно заработал. Чемпионат России соберет десятки сильнейших танцевальных коллективов со всей страны. Чтобы получить главный приз и попасть в число лучших, придется приложить немало усилий. Мария Боахуа, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс». Новоуренгойские хоккеисты из команды «Старперцы» возобновили тренировочный сезон. Спортсмены-любители вышли на лед в спорткомплекс «Альдинка». Среди участников – сотрудники городской администрации, а также городоначальник Андрей Воронов. Нарабатывать навык уверенной игры они будут вечерами, чтобы не мешать рабочему процессу. При этом у каждого игрока, помимо желания держать себя в хорошей форме, свой собственный стимул ходить на тренировки. Юлия Шаркова с подробностями. На скорости они разрезают лед лезвиями коньков, сталкиваются и загоняют шайбу в ворота. Со стороны такая динамичная игра вполне могла сойти за профессиональный матч. Но так проходит тренировка «Старперцев». Название многозначительное и, как говорят сами «Звездные перцы», выбрано не случайно. Ведь эта хоккейная команда состоит из любителей разных возрастов. При этом их лица знакомы каждому новую рингойцу. Действительно суперстарс. Чувство одно – радость, радость. Наконец-то мы дождались. Летний сезон закончился, пора катываться, пора начинать. И здесь, кроме позитива, пока ничего нет. И мы все в эйфории. Понятно, учимся по новой и кататься, и клюшку держать. Но все впереди. От тебя зависит не только твоя игра, а игра твоей команды, твоей пятерки. Первую и такую долгожданную тренировку, конечно, не пропустил и глава города Андрей Воронов. В команде он играет под символичным номером 89 и признается, что в этом виде спорта ему нравится преодоление себя, а еще разговоры в раздевалках. Там самое интересное, но, конечно, главнее всего здесь – дисциплина. С начала сезона, первая тренировка, вот пришла у нас почти вся команда. Ну, как бы главное – начать, чтобы потом уже в регулярность это ввести. Самое сложное – ну, наверное, заставить себя приходить поздно ночью. Потому что это все-таки такой вид спорта. У нас мало катков, вот, и возможность любителям потренироваться только есть глубокой ночью. Когда дети уже отдыхают. Большинство игроков команды занимают руководящие посты. Несмотря на нехватку свободного времени, каждый пытается его найти, чтобы не подвести коллег по цеху. Ведь за одну полуторачасовую тренировку удается прокачать свою конькобежную подготовку. А еще технику владения клюшкой и шайбой. А еще этот сезон начинается с нового назначения. Президентом Новой Уренгойской Федерации Хоккея выбрана Наталья Корчагина. Я согласилась и, надеюсь, принесу пользу Федерации. Для меня новая такая ниша в спорте. Но очень интересно. Я думаю, все получится. Назад дороги нет, только вперед. Если не мы, то кто? Для них хоккей не профессия, а удовольствие. Удовольствие от скольжения, от возможности проверить себя и проветрить голову после напряженного дня. Вскоре Старперцы примут участие в городском хоккейном чемпионате. А пока два раза в неделю по вечерам будут встречаться здесь, чтобы стать еще сыграннее. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей. Импульс. Зарядились солнцем и установками на новые победы. Воспитанники клуба «Самурай» вернулись к тренировкам в родном зале. Практически весь август они провели в Крыму. В поселке Николаево каратисты улучшали физическую форму благодаря финансовой поддержке компаний «Ачимгаз» и «Газпромдобыча Уренгой». Своими планами на предстоящий спортивный сезон бойцы поделились с нашей съемочной группой. Летние каникулы у спортсменов не время для отдыха, к сезону нужно подготовиться основательно. В Николаевку на сборы поехал основной боевой костяк клуба «Самурай». С головой в спортивную жизнь окунулись и начинающие, но уже подающие надежды каратисты. Расслабляться времени не было. В основном у нас были только тренировки. Это 3-4 тренировки в день. Ну и, естественно, с отдыхом, с промежутками небольшими. Работа была проделана очень большая. От физической до технической части. То есть это были и работы в парах, было УФП. Выездные сборы – хорошая возможность обмена спортивным опытом. Обязательная часть плана подготовки к сезону – спарринги. В этот раз с крымскими спортсменами. Но большую часть времени работа идет исключительно над собой. Над выносливостью, силой и техникой. Так же двигаемся приставным. На вашу голову набрасываем. Да? Руки так же внесут. Работаем. Часть воспитанников клуба выйдет на татами уже в конце сентября. Им предстоит выступить на первенстве Пуровского района. Более опытные бойцы продемонстрируют мастерство и стойкость в столице России. Там соберутся каратисты со всей страны. Мы поедем в Москву. Там будет большой всероссийский турнир в октябре, в середине октября. И самый главный турнир у ребят – это первенство России, которое будет в середине ноября в городе Самар. Подготовка к турнирам уже началась. Параллельно идут тренировки для начинающих бойцов. Желающих изучить искусство каратэ ждут в клубе «Самурай». Набор в спортивную секцию идет с четырех лет. Павел Прожогин, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс». Это были информационные итоги недели. Встречаемся ровно через семь дней в это же время. Смотрите «Импульс». Увидимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин